Бисмиллях, благословение и приветствие нашему господину посланнику Аллаха, его семейству с подвижником и тем, кто за ними последовал. О, мои любимые братья, собравшиеся для поминания Аллаха и его посланника, алейхиссалату вассалям, из-за любви к пророку, саллаллаху, алейхиссалату вассалям. Данное мероприятие является одной из разновидностей проявления любви и поддержания связи с пророком, алейхиссалату вассалям. Это один из знаменательных моментов, заставляющих трепетать сердца любящей посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Как об этом приводится в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху, алейхиссалату вассалям, где повествуется о том, как он вышел со своими сподвижниками в одну из ночей, для того, чтобы посетить обитателей кладбища Бакы. По прибытии в это место он сказал, «Мир вам, о пребывающие в обители мусульман! Вы покинули этот мир раньше нас, и мы, в свою очередь, к вам присоединимся». И когда посланник Аллаху алейхиссалату вассалям сел рядом со своими сподвижниками, то сказал, «Как же я скучаю по своим братьям!» И тут сподвижники заволновались, когда они увидели свет тоски, и исходящие из сердца господина посланников алейхиссалату вассалям. Кто же эти люди, по которым скучает посланник Аллаха саллаллаху алейхиссалям? Тогда они сказали, «Разве не мы, твои братья, посланник Аллаха?» Он алейхиссалату вассалям сказал, «Вы мои сподвижники. Моими братьями являются те, кто придет после меня, и они не увидят меня. Среди них будут те, кто готов пожертвовать свое имущество и свою душу ради того, чтобы увидеть меня». По другой известий, сподвижники сказали, «Как ты их узнаешь?» Он ответил, «Я буду ждать их у водоема Хаус». Как вы считаете, если у человека будет лошадь с белыми пятнами на лбу и на ногах, и лошадь полностью черная, разве он не сможет отличить их друг от друга? Точно таким же образом и я узнаю свою умму. Так им поведал об этом посланник Аллаха саллаллаху алейхиссалату вассалям. Этот хадис содержит в себе очень важные указания. Во-первых, он, саллаллаху алейхиссалям, открыл для нас большое количество возможностей. Ведь мы знаем, что он занимает высшую степень богобоязненности, познание Аллаха и всех остальных степеней в религии. Он наилучшим образом выстаивал молитвы, выплачивал закат, совершал хадж. Он был самым правдивым, самым искренним, самым богобоязненным, самым набожным, самым аскетичным. Точно так же, относительно этих качеств, все мусульмане являются друг для друга братьями. Посланник Аллаха саллаллаху алейхиссалям является братом для всех мусульман. Как с одной стороны он является для них отцом, так же со стороны имана и ислама он является для них братом. Это большая честь для каждого мусульманина, знать, что он относится к пророку саллаллаху алейхиссалям, этим благородным братством. Однако среди мусульман есть те, кто удостоился большей степени братства. Это те, кто придет после посланника Аллаха алейхиссаляту ассалям. Они будут описаны сильной тоской и привязанностью к пророку саллаллаху алейхиссалям. Так что если бы кому-то из них предложили потерю имущества, семьи и собственной души взамен на то, чтобы увидеть пророка алейхиссаляту ассалям, они бы согласились на это, даже если бы пришлось отдать еще тысячу душ. Пусть каждый спросит себя, скучает ли он так сильно по посланнику Аллаха алейхиссаляту ассалям. Это и есть одна из разновидностей братства, о которой нам повидал пророк саллаллаху алейхиссалям. При том, что он является лучшим среди тех, кто сохраняет братство. Он больше всех соблюдал право братьев и уделял должное внимание братству. Примером тому является его братское отношение к пророкам, праведникам и уверовавшим мусульманам. Каждый человек проявляет тоску по мере своих сил и в соответствии с той искренностью, которая находится в его сердце. Все мы проявляем любовь, все мы тоскуем. Однако сравняться ли наши сердца с сердцем посланника Аллаха алейхиссаляту ассалям? Конечно же нет. Он, саллаллаху алейхиссалям, скучает по мере той милости, любви и искренности, которую Всевышний Аллах вложил в его сердце. Поэтому те, кто находился рядом с посланником Аллаха саллаллаху алейхиссалям, видя, как сердце его переполнено тоской и любовью к своим братьям, они находили в этом огромное количество смысла, которое могло человека свести с ума. Как на этот счет сказал один из праведников, нас опьяняли его слова, когда он говорил нам «подойдите». То есть, когда он подзывал их к себе со словами «идите сюда», это служило причиной их опьянения, потому что они знали степень любимца Аллаха алейхиссаляту ассалям. И также посланник Аллаха саллаллаху алейхиссалям тоже знает все о своей уме, в общих чертах и досконально. Он знает каждого человека в отдельности, подобно тому, как родитель знает все о своем ребенке. Это потому, что ему покажут положение его умы по случаю того, что он является ее отцом. «Скажи им, о Мухаммад, делайте, что считаете нужным, но Аллах видит ваши поступки, и его посланник, и верующий увидят ваши дела». Сура Ат-Тауба, 105 аят. «Ваши салаваты доходят до посланника Аллаха. Если кто-то прочитает на меня салават, Всевышний Аллах вернет мне душу, чтобы я принял этот салям». Верующему необходимо чувствовать эту связь. То, что его салават доходит до пророка Алейхиссаляту вассалям, и что пророк Салли Аллаху Алейхиссалям отвечает ему, чтобы ты понял, что вся тоска и любовь, что находится в твоем сердце, не сравнится даже с маленькой частичкой любви и тоски пророка Алейхиссаляту вассалям к тебе. Однако, к сожалению, хорошие мысли покинули умы людей. Многие из них предались забвению и отвлекло их мирское. Мы потеряли связь с пророком Салли Аллаху Алейхиссалям из-за страсти к мирскому, его усладам, и посвятили себя исполнению собственных желаний и приобретению плохих качеств, ограждающих нас от пророка Алейхиссаляту вассалям. Да убережет нас Аллах от этого. Если же мы вернемся к великодушию посредством любви к пророку Алейхиссаляту вассалям и того призыва, с которым он к нам обратился, как же я скучаю по своим братьям, тот же, кто устремится и обратится к любви посланника Аллаха Алейхиссаляту вассалям, изучив его жизнеописание, его качество, его сунну, его этикет, его нрав, его потомков и наследников из числа ученых. Это то, что он Алейхиссаляту вассалям оставил после себя, огромное количество ветвей, книга, которую Всевышний не спасал через него к нам. Как мы к ней отнеслись? Проявляем ли мы усердие в ее чтении? Поглощаемся ли в размышления о том, что в ней написано, и стараемся ли следовать в соответствии с тем, что в ней написано? Вот это его сунна. Сколько раз мы прочитали из нее? Сколько рассказываем о ней? Сколько служим ей? Вот его сунна и его этикет. Сколько мы соблюдаем из нее? Вот его нрав. Стараемся ли мы перенимать его качества? Вот его прямые потомки, которые являются средством связи с ним. Любим ли мы их? Возвышаем ли мы их степень по причине того, что они являются представителями его дома? Скажи, о Мухаммад, я не прошу у вас за это, то есть за доведение послания, никакой награды, кроме доброго отношения ради нашего родства. Сура Аш-Шура, аят 23. Любим ли мы его семью? А вот его благородные сподвижники. Знаем ли мы их биографию и историю про них? Ведь они подобны звездам в этом мире. Эти ученые, которые понесли нушу его, алейхиссаляту вассалям, религии, его понимания, его знаний, будучи его наследниками. Пребываем ли мы рядом с ними постоянно? Проявляем ли усердия возле их дверей? Берем ли от них что-нибудь? Все это является средством, приводящим лишь к одному, к связи с пророком, алейхиссаляту вассалям. А пророк, саллиллаху алейхиссалям, в свою очередь, является дверью, через которую мы укрепляем связь со Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний воздаст благом вашим любимым братьям, ученым в Дагестане и близлежащих местностей. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он увеличил в вас любовь и привязанность к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Субтитры создавал DimaTorzok